Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Министр экономического развития России Максим Решетников в Архизе провел совещание по вопросам развития туристической отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе. В совещании приняли участие глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, руководители департаментов Министерства экономического развития России, представители федеральных структур, руководство Кавказа РФ, министры по туризму из всех субъектов СКФО, представители управляющих компаний. О развитии курорта и в целом об отдыхе в Архизе расскажет Альбина Ламкова. Популярность курортов Карачаева Черкесии растет с каждым годом. Один из востребованных у туристов считается Архиз, где мы сейчас и находимся. Здесь построили большое количество отелей, новые подъемники, широкие трассы, а еще сказочно-удивительная природа, которая, несомненно, манит своей красотой любителей активного отдыха. Катаемся, все нравится, приедем еще не один раз сюда. А впервые на лыжи встали? На сноуборде впервые, да. Архиз открылся 10 лет назад. Теперь это большой курорт. В туристических деревнях «Романтик» и «Лунная поляна» работают более 40 объектов горнолыжной инженерно-коммунальной инфраструктуры. Оборудовано 27 километров горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, базы отдыха и пансионатов. В Архизе впервые, вот, друзья позвали. Первый раз стал на лыжи. Далековато, но интересно. Прямо радует. Аккуратно. Атмосфера вообще. Природа шикарная. Горы, красота, свежий воздух. Вообще все шикарно. Алексей уверен, что поездка в горы станет хорошей традицией, так как горнолыжный курорт – это не только способ провести время на природе, но и возможность испытать себя в экстремальных условиях. Это непередаваемая эмоция. Скорость, ветер в лицо, ощущение свободы, добавил он. Но не менее важна и спортивная атмосфера, которая царит на курорте. Мы уже не первый год катаемся и полюбили Архиз. Очень замечательный курорт. Екатерина Миндовская приехала из Москвы с мужем и младшей дочерью Миланой. В семье четверо детей. Архиз посещают часто. Причин приезжать на курорт много, отметила Екатерина. Своей красотой. Это в первую очередь. Во-вторых, широкие трассы. Все оборудовано для гостей, для людей. Удобно все сделано. Ни с чем не сравнится, честно говоря. В основе новой стратегии развития Архиза будет модель интегрированного курорта, по которой работает курорт Красная Поляна. Приезжаю постоянно. И был здесь, когда здесь вообще было просто поле и горы. И очень радуюсь, что курорт развивается такими темпами. Появляются новые услуги, сфера услуг на высоте. Главное, конечно же, это склоны для горнолыжников и сноубордистов. Здесь каждый для себя найдет подходящие и новички, и профессионалы. Северный Кавказ – один из ключевых центров развития туризма в стране. Здесь есть все, что нужно для круглогодичного отдыха. И горы, и море, и каньоны, и целебные источники. Мощная санаторная курортная база. Отосль показывает самые высокие темпы роста по стране, отметил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на совещании в Архизе. В нем приняли участие глава Корчаева Черкесии Рашид Тимрезов, руководители департаментов Министерства экономического развития России, представители федеральных структур руководства Кавказ-РФ, министры по туризму всех субъектов СКФО и представители управляющих компаний. Хотелось бы отдельные слова благодарности сказать Рашиду Борисповичу Тимрезову. Рашиду Борисповичу у нас на связи. Картинка, конечно, сильно изменилась с последнего визита. Видим, насколько активно инвесторы начали вкладывать. И достаточно много вопросов. Мы посмотрели и сейчас облетели площадку возможного аэропорта, аэродрома Нового. И посмотрели дорожные все вопросы, которые с вашей подачи активно прорабатываются. Рашид Тимрезов выразил слова благодарности министру экономического развития Российской Федерации за решение провести столь масштабное мероприятие в Карачаево-Черкесии. За всестороннюю поддержку республики в реализации задач по развитию экономики, включая туристическую отрасль, как драйвер развития экономики региона. В свою очередь Максим Решетников заключил, что высокий современный уровень дает перспективы для дальнейшего развития курортов. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Архиз. Не так много времени осталось до начала всероссийского голосования в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. У жителей пяти населенных пунктов республики будет возможность выбрать те объекты, которые они хотели бы видеть благоустроенными и в первую очередь. О нюансах предстоящего голосования в сюжете Артура Мхце. Представитель регионального Минстроя Ирина Дипцева показывает нам проекты, которые стали победителями всероссийского голосования в прошлом году. Так, благодаря активности жителей Черкеска, в 2024-м будет благоустроена аллея по улице Красноармейской. Города меняются под желание именно жителей, чтобы им было комфортно и удобно проживать. Соответственно, создан такой механизм, что сами жители могут предлагать те территории, которые они видят к благоустройству в первоочередном порядке. И, соответственно, выбор идет между теми территорий, которые хотят жители. За какие территории больше будет голосов, те территории будут благоустроиться в первоочередном порядке. У жителей пяти населенных пунктов республики возможность выбрать тот или иной проект появится в середине марта. Пока же на платформе «За город. Среда. Ру. Голосования» можно найти результаты прошлых лет. Какие проекты были представлены, какие стали победителями, кто является ответственным за качество реализации заявки. Всегда актуальная информация на конкретный момент времени. Каждый регион загружает свои объекты голосования. И жители голосуют на этой платформе. У нас на территории Карачаева-Черкесской республики в голосовании участвуют пять населенных пунктов. Это город Черкес, город Оджигута, город Карачаевск, Тибердай и такой моногородок Медногорский. Каждый год выставляется не менее двух территорий, и жители голосуют за ту территорию, которую они видят. В этом году данное голосование будет проходить с 15 марта по 30 апреля. По словам представителя регионального ведомства, именно от активности населения зависит, появится ли в том или ином городе обновлённый благоустроенный парк, аллея, либо всё останется как прежде – тусклым, невзрачным, старым. Так, жители Карачаевска вряд ли пожалели, что приложили усилия ради проекта в парке «Зелёный остров». А горожане Оджигуты наверняка не нарадуются практически завершённому благоустройству центрального парка. Если же нет активности, значит, людей всё устраивает в прежнем виде, и им совершенно безразлична возможность преображения той или иной территории. Минстрои республики также напоминают, что ведётся набор волонтёров, которые после регистрации на платформе Добро.ру смогут помогать другим участвовать в процедуре голосования. Артур Макцемиха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии облачно днём с прояснениями, ночью и утром местами снег, ночью в отдельных районах очень сильные осадки, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный – 5-10 метров в секунду, порывы до 11-14, температура ночью до 12 градусов мороза, в горах до минус 18, днём минус 4, плюс 1, и местами до минус 9, и на дорогах гололедится. В Черкесии облачно днём с прояснениями, ночью и утром слабый снег, днём без существенных осадков. Ветер восточный – 5-10 метров в секунду, порывы будут до 14. Температура ночью до минус 12, днём минус 3, минус 5, и на дорогах гололедится. Оттиски души своей она представила суду ценителей словесного искусства. В Доме печати прошла презентация первого сборника стихотворений Мадины Гашоковой «Луч солнца дьюх». Об издании и его авторе подробнее расскажет Ахмат Халкечев. Это книга «Слепок моей души», признаётся автор сборника Мадина Гашокова. В издании органично собраны воедино стихи, посвящённые темам гражданственности, патриотизма и духовно-нравственного воспитания молодёжи. Я ещё не умею управлять творческим полётом. Но для меня, что такое творческий полёт, это что-то очень красивое, необычное, что-то очень доброе, светлое, к чему я прикасаюсь. И тогда вот это мгновение рождения стиха. Меня вдохновляет по-разному. Бывает новость хорошая, и рождается стих. А бывает наоборот. Это мои переживания, это мои решения, это моя жизнь. Мадина Гашокова – мать двоих сыновей, один из которых является участником СВО. Ну а свой дебютный сборник поэтесса посвятила своим родителям Хезиру Айсовичу и Асе Мирановне. Сестроки любящей дочери, искренне преданной заветам предков, буквально пронизаны любовью к своему народу, большой и малой родине. Видно, все у нее идет от души, от чистого сердца. Смотрите, какие слова. Не смейте думать плохо о солдатах, заслуживающих почет земной. Дай Бог, помилятся два брата и обязательно вернутся все домой. Видно, сердце матери переживает. Даже вот в тех словах, которые я сейчас произнес, видно все, ну лучше и не скажешь. Книга издана при активном содействии председателя регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации Союзу женщин России Марина Барлаковой. В сборник вошли стихи как на русском, так и на родном для автора черкесском языках. Что я хочу пожелать, Мадина Ахизировна, дальнейших творческих успехов. Вы очень талантливая, вы очень красивая, вы мама, тем более вы мама участника СВО, что в основном сподвигло меня оказать вот эту помощь. Сборник вышедших в свет под авторством Мадины Агашуковой хоть и первый, все выступавшие выразили уверенность, что это лишь начало большого творческого пути. Ахмад Халкечев, Ахмад Черчаев, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. В картиной галереи города Черкеска открылась выставка творческих работ преподавателей детских художественных школ и школ искусств. Десятки произведений представлены в разных стилях и жанрах. Выставка под названием «Творчество наставников» продлится до 15 февраля. С торжественного открытия Дарья Тендит. Художники умело соединяют натурность и эмоциональное состояние. Они как будто становятся частью этого ландшафта. А он, в свою очередь, проникает глубоко вовнутрь и достает все самое скрытое, сокровенное. И тогда картины получаются такими, что от них сложно отвести взгляд. Две своих новых работы «Портрет» и «Автопортрет» представила преподаватель детской художественной школы Наталья Мурашова. На «Автопортрет» художница уделила немного места. Скромное изображение в нижнем углу картины. Необычное использование красок раскрывает богатый внутренний мир. А вторая картина – «Портрет ученицы». Вдохновляет, как говорится, у художников муза. А у нас художники-педагогов обычно вдохновляют дети, их работы. Вот они пишут, и мы с ними пишем. Или мы пишем, а они за нами пишут. Педагоги-художники – это люди, сочетающие в себе педагогические таланты, мастерство художника. Полотна более 25 авторов расположились в двух залах картины-галереи. Каждая картина – это отражение индивидуальной техники написания. Педагоги художественных школ, помимо преподавательской деятельности, успевают заниматься личным творчеством, активно принимают участие в выставках и конкурсах, отмечает Просковья Маркова. Ведь кроме ежедневной работы с детьми, кропотливой, ежедневной, тяжелой, они еще работают творчески. Они находят время, они находят силы. Но самое главное у них – желание творчески работать, выразить себя. Причем на выставке вы увидите работу в самых разных видах, жанрах, техниках. Это манера каждого своя, индивидуальная. Открывали выставку в торжественной обстановке организаторов, участников и гостей мероприятия, учеников художественных школ, поприветствовал исполняющий обязанности директора Республиканского музея-заповедника Ханафи Хасанов. Он отметил, что благодаря деятельности педагогов-художников происходит активное развитие творческого направления подрастающего поколения. Хочу поблагодарить всех преподавателей, чьи работы сегодня здесь экспонируются и чьих работ нет. Большое вам спасибо за ваш труд. Особенность выставки в том, что воспитанники, обучающиеся изобразительному искусству, смогут увидеть творчество своих педагогов несколько под другим углом. Посмотреть выставочные работы и поддержать своих наставников пришли ученики художественных школ. Все картины здесь очень красивые. Можно на каждую любоваться очень долго. Выставка очень глубоко и разнообразно показала творчество художников-преподавателей. Посмотря выставку, каждый найдет что-то свое. Но самое главное – это атмосфера выставки, которая очень вдохновляет. Дарья Тендит, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма от Склифосовски. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!